Валерий Курас, Неминный Д여� Род до седьмого колена от отца до пра-пра-пра ... Значит ... В общем, у нас есть ... Десять человек ... Десять ... Десять подряд идущих поколений И это самый младший У нас есть Кахармам, который Эке Манаренко И немене, а вот, а, да, мы знаем, что немене – это внук, шедере – правнук, жопше – праправнук, немене – это праправнук, туажат – это еще более праправнук, журежат и жеджат. Кто-то будет журежат, кто-то будет журежат, кто-то будет дуажат, тут немене – это не внук, а это гораздо далеко. Праправнук, праправнук, в общем, это три раза праправнук. Да, то есть, значит, кохарман довольно высоко в этом списке, если у него есть немене, правда? А наоборот, он будет низко в списке, потому что он кому-то приходится немене. Еще бигзат низко в списке, он жигжат. Нет, сейчас, а нельзя этим штукам номера, скажем, говорить, что немене – это, значит, плюс два, шедере – это плюс три. Номене – это тогда плюс сколько? Шедере – это шедере, значит, шедере – это плюс три, да, это плюс четыре, это плюс пять, это плюс шесть, это плюс семь и это плюс восемь. Правильно? Да, и номер – это плюс два. Значит, а еще у нас бывает эке и еще у нас бывает у. Нет, ну, мы не знаем, может быть, это предок, может быть, это в другую сторону. Да, может быть, это предок. Номинований для предков всего три, для отца – деда и прадеда. То есть, минус один, минус два, минус три бывает? Да, значит, у нас бывает ата, ата архы и иль. Вот. Значит, соответственно, отец… В общем, кахарман вот этот вот, он на пять ниже, чем х. Он на пять ниже, чем х, а х при этом ниже, чем у лана. Бег зад, первый или второй, потому что он джак-жак. Поэтому, как бы у манди, его третьими дочками. Нет, х все-таки выше у лана. Х ведь не мере, у лана, то есть внук. Да, не х внук у лана, то есть у лана выше. А, ну да. Ну, сверху идет. Да, да, у лана выше. Значит, у лана выше. И вообще, кажется, выше у лана нет вообще никого. Похоже на то. В общем, у лан где-то сверху. У лан сверху. Дальше. Плюс сколько позиций? Значит, его сын и его внук х. Да, вот здесь мы не знаем, но дальше х. У х бывает… Почему? Х ведь не внук у лана. Х номера у лана. Как справиться? Номера у лана. Номера у лана. У х бывает туажат. А желан номера у лана. Жуан номер у лана. Значит, номер у лана. Значит, номер это… Это плюс 5. У вас, видимо, буат бай. Буат бай девятый. Потому что он же джак биг зад. Биг зад. Так, давайте сейчас у лана поместим. Значит, если это х… То, соответственно, девятый – это бут бай. То есть, то вот это будет желан. Правильно? А, ну да. Номене. Номене. Жулан номене у лана. И еще нам у нас вот вниз от у лана – монарбеку. Потому что желан приходится этому самому монарбеку, каким-то предкам от арбы. Да. Угу. Так. Значит… Икса девятый. Ну, в смысле, второй. Второй. Номене икса – это у нас по формам. Икса девятый выше, чем желан. Кто? Ну, желан номене у лана и ата арбы. Время у нас идет вот так. Да. Ну, значит, монарбека – это предок желан. Нет. Желан является монарбеку от арбы. И это кто-то из предков, потому что потомки все названы. Кроме сына. Кроме сына. Кроме сына, да. То есть, может быть, конечно, монарбек – сын. Бигзат между Уланом и Иксом. Что? Бигзат между Уланом и Иксом. Потому что он Жигжат. Он Жигжат Бладбай, а у нас Бладбай пока не назван. Но у Жигжата… Подождите. Давайте попробуем Кохармана поместить. Ой, да. Жигжат – это ниже, да. Значит, он монарбеку. Значит, Бладбай. И он Немене Икса. Значит, вот у нас Икс. Вот его сын, вот его внук Немере. Вот его Шевере. Вот его Шепшек. А вот его Немене Кохарман. Значит, Бигзат последний. Да. Значит, вот это у нас Кохарман. Монарбек, Туажат Икс. Значит, Бигзат последний. Вот. Монарбек мы не знаем. Может быть он… Монарбек, Туажат Икс. Там сказано. Ага. То есть Туажат – это короче… Значит… Немене Кохарман… А, Туажат… Туажат как раз Монарбек. Значит, они подряд. И тогда мы знаем, кто такой Атааргу. Сын? Нет, смотрите. У нас Жолан, Атааргу приходится вот этому Монарбеку. Значит, Кохарман приходится Монарбеку отцом, этот неизвестный кто-то дедом, а Жолан кем? Правильно. Правильно. Прадедом. Значит, Атааргу – это прадед? Ура! Так. Смотрите, а у нас еще есть… А у нас еще есть Ануар, который Ата-Монарбек. Ата – значит, отец? Извините, отец у нас Кохарман. Ну да. А как там было? Значит, дед. Ануар. А, Ануар Ата-Монарбека. Да. А у нас место его поместить. Ну да. Смотрите. Ну, то есть тут два прямо. Либо это… Либо это сын… Либо это дед. Так. А сколько у нас тут поколений получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять. Да. Один сын еще влезет. Десятый. Влезет. Но тогда, значит, если мы считаем, что Ануар попадает сюда, то тогда Ануар должен оказаться внуком Аманжола. Если он попадет сюда, то он окажется внуком Кохармана. Ануар… Видно? В десятом будет… Это какие? В десятом будет Бекзат. В десятом будет Бекзат как раз. Потому что он приходится каким-то часом. Он приходится как Арман внуком. Да. И Шикжат. Вот Бекзат… Бекзат, да. Немерет. Значит, мы можем определить этого… Ануар… Бладбай. Бладбай. Да, мы можем определить Бладбай. Значит, если это был его Жикжат, то это был его Журежат. Это был его Туажат, это был его Намене. То есть, внук – это был его Сын Ог. Вот он, Бладбай. Так? Да. Бладбай. И про Бладбая известно, что он Юль Улан. Значит, Юль – это кто? Сын. Значит, Ануар это не сын. А Ануар это кто? А там Анарбека. Ануар? Дед. Но отец Кахарман, сын Бекзат, прадед Жолан. Вариантов больше нет. Значит, это Ануар. Ануар. А Ануар еще внук Аманжола. Значит, мы можем Аманжола расположить здесь. Так, это все или кто у нас еще остался? Ержан и Кайрат. Ой, нет. Ну еще есть. Да, у нас вот эти два, кто-то из них Ержан, кто-то из них Кайрат, кто-то из них Раджан, Балат. В третьем задании написано, что Х это не Ержат. Кстати, да. Значит, Ержан у нас кто? Из четвертой. Да, вот этот вот товарищ у нас Ержан. А буквой Х у нас заменен либо Жан Балат, либо Кайрат, либо Муфтар. Давайте подумаем, нет ли какой-то закономерности в этих именах. Некоторая закономерность есть. Аманжол и Жолан. Жолан и Ануар. Кахарман и Манарбек. Некоторая созвучие. Бек здесь и бег здесь. То есть, есть некоторое стремление к тому, чтобы давать детям имена немножко похожие на имена бреха. Соответственно... Бай. Соответственно... Видите, будет бай. Жан Балат, Кайрат или Муфтар? Жан Балат. Жан Балат. Да, потому что вот этот вот Балат созвучен с отцом, а сыну своему он дал имя Ержан, чтобы было созвучно с его Жаном. Вот. Вот так. Ответ Жан Балат. Да, ответ Жан Балат. Слово отец, дед и прадед. Ну, понятно, даже, ну, отец обозначает Эке. Отец обозначает Эке. Ата это дед. Ата это дед. Ата Арвы это... Ата Арвы это прадед. Да есть еще Ул это сын. А Ул это сын, да. Вот такой вот прекрасный, удивительный казахский визу.